Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы будем читать воскресное Евангелие. Это Евангелие от Луки, 83-е зачало. Притча о богаче и Лазаре. Некоторые экзегеты считают, что все-таки это не притча. Дело в том, что в притчах никогда не используются личные имена. А здесь как раз мы видим имя Лазаря. Поэтому многие считают, что это не притча, а именно быль, то есть настоящая история, которая произошла и которую Христос озвучил. И этот текст этой притчи начинается, 16 глава Евангелия от Луки, с 19 стиха и ниже. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Здесь мы сразу видим человека, имя его не называется. И это является признаком того, что Господь недоволен этим человеком. И напротив, если в Писании называется имя человека, особенно в Ветхом Завете, или удваивается имя человека, как, например, Авраам, Авраам, Моисей, Моисей, то это означает особое Божие одобрение. А когда говорится о действии человека без указания его имени, то это как бы божественное неудовольствие, связанное с этим человеком. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Мы видим, что он не просто пребывал в роскоши, не просто пиршествовал, а пиршествовал блистательно. То есть это были такие торжественно обставленные мероприятия. Он одевал на себя лучшую одежду, он одевал парфиру, весон и устраивал вот эти блистательные пиры. Далее говорится о человеке, имя которого называется. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его, то есть этого богатого человека, в струбьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лизали струбья его». Как полная противоположность богача, который пиршествовал блистательно, здесь является образ нищего Лазаря, который лежал у ворот богача и мечтал напитаться хотя бы крошками, которые падали со стола богача, и псы приходили, лизали струбья его. О чём это? О том, что никто из людей ему не помогал. А вот псы, собаки, приходя, лизали струбья его, то есть тираны, которые были на его теле. И далее говорится о смерти обоих. Бог умер нищий и отнесён был ангелами на луна Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Если о богаче сказано, что похоронили его, о Лазаре ничего подобного не сказано, скорее всего, никто никак не заботился о его погребении. А вот ангелы взяли его душу и отнесли на луна Авраамова. А в случае с богачом, сказано, похоронили его. То есть как он жил блистательно, ему наверняка устроили блистательные похороны, всё это было обставлено какими-то торжественными обрядами, благоуханиями, чтением молитв и так далее. Но бог судит иначе. И если о Лазаре мы знаем, что ангелы его душу отнесли на луна Авраамова, то участь богача оказалась более чем печальной. Но прежде всего, что такое луна Авраамова? Все ветхозаветные праведники, так же, как и ветхозаветные грешники, они шли в ад, начиная с первого человека Адама, прислушанием которого грех вошёл в мир. И только после того, как Христос сошёл в ад и облистал ад сиянием божества, он вывел оттуда души ветхозаветных праведников, которые умерли в надежде на пришествие Христова. И хотя это одно пространство, и луна Авраамова, как бы верхний ад, и гиена огненная, нижний ад, расстояние между ними, как говорили древние экзегеты, как между небом и землёю. Как между небом и землёю. Потому что ветхозаветные праведники, они умерли в надежде на грядущего Христа, что он сойдёт даже в ад и поможет им выйти из этого плачевного состояния. Итак, богача похоронили. Это наверняка были самые блистательные похороны. И что мы читаем далее? «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его». Здесь мы видим, что по отношению к нижнему аду луна Авраамова, как верхний некий ад, это что-то вдали, что-то вдали, и надо поднять глаза из этого нижнего ада, чтобы взирать на луна Авраамова. Итак, будучи в аде, в муках, он богач, поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его. И вазапив сказал, «Отче Аврааме!» Вот этими словами «отче Аврааме» богач показывает, что он еврей, который считает себя потомком Авраама, праотца всех евреев. «Умилосердились надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Оказывается, богач знал по имени нищего Лазаря. Но он, скорее всего, делал вид, что он не знает этого Лазаря. Он не замечал его, он не помогал ему. Собаки заботились о нищем Лазаре. Кто угодно, но только не богач. И когда богач из ада, из пламени созерцает луна Авраамова и видит Авраама и Лазаря, он мечтает, чтобы та участь, которая постигла Лазаря, хотя бы отчасти прикоснулась бы к нему. Вот это радостное состояние, хотя они находились в аду, они утешались там мыслью о том, что к Ветхозаветным праведным придет Христос и освободит их из этого состояния. И когда мы смотрим на православную икону Воскресения Христова, там как раз мы видим изображение Христа, который из ада выводит царей и патриархов еврейского народа, которые умерли в надежде на спасительное пришествие Христа. Но Авраам сказал Чадо. Вот здесь интересно то, что Авраам признает, что это его потомок. Он называет его Чадом. Но Авраам сказал Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. Вот это печальнейшее состояние, когда мы делая добро, получаем награду в этой жизни. Это значит, в будущем никакой награды не будет. Именно поэтому Христос говорит, когда творишь милостыню, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Добро, которое мы совершаем на земле, оно должно быть абсолютно бескорыстно, чтобы таким образом, совершая добро на земле, мы именно собирали себе сокровища на небесах, где воры и подкапывают, и не крадут, и где моль и ржа не разъедает. Итак, Авраам говорит богачу Чада, вспомни, ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Кто-то спросит, а как можно утешаться в аду, даже в верхнем аду? Если человек, испытывая муки, знает, что им будет положен предел, и он войдет в благостное, радостное состояние, неужели эта мысль не будет для него источником утешения. И эти люди, которые находились на луне Авраама, хотя это тот же самый ад, но они имели надежду на грядущего Христа. Помните, как псалмопевец Давид восклицает, из глубины, как бы из преисподней ада, возвах тебе услышь мя Господи. Поэтому разница между находящимся на луне Авраама и теми, которые в пламени ада, это разница между верующими и неверующими. И она принципиальная. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, то есть надеждой на грядущего в ад Христа, а ты страдаешь». Богач имел надежду только на то богатство, которым он обладал. И он в этом смысле был совершенно обеспеченный человек. Далее Авраам говорит, «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть». Это пропасть между верующими и неверующими. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Действительно, как сказано в Библии, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. И верующий в те времена, даже оказавшись в аду, он не должен был терять надежду на то, что Христос силен сойти в ад. Как сказано в псалмах Давида, «Если я пойду и долиной смерти, твой жезл, твой посох наставит меня». Тогда сказал он, услышав эти слова, богач говорит, «Так прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». О чём должен засвидетельствовать Лазарь родственникам богача? Конечно, о Христе, грядущем, спасти всех и вся. Ибо пропасть поистине существует между теми, которые веруют во Христа и те, которые не имеют упования на Него. «У меня пять братьев», восклицает богач, «пусть он, то есть Лазарь, засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Смотрите, друзья, некоторые люди удивляются, что мы, православные христиане, уповаем на молитвы и заступничество умерших святых. А здесь мы видим, что даже грешник, который находился в адском пламени, несмотря на всю свою порочность, он имеет память о своих пяти братьях. И он молится за них, тем более за нас молятся святые, которые в раю сладости Божией ныне обитают. И просят за нас, ибо мы в одном сродстве со святыми, принадлежа к одной церкви, в одном теле, глава которого Иисус Христос. Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Авраам указывает на закон и пророков, а как мы знаем, и закон, и пророки, и Писание все свидетельствовали о Христе. Он же, то есть богач, сказал, «Нет, отче Авраами, то есть этого как бы недостаточно, закона и пророков, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». В одной книге я читал о том, что если современному человеку во сне явится ангел накануне воскресного дня и скажет, «Иди завтра в церковь», то, проснувшись, скорее всего, этот человек пойдет не в церковь, а побежит к психиатру. Скепсис, который присутствует в современном мире, недоверие к Слову Божию, делает всех этих людей невосприимчивыми даже к явным чудесам. Но если человек с доверием изучает законы пророков, книги Ветхого и Нового Завета, то та чудесная реальность, которая откроется для него через эти Писания, она значительно больше, чем нежели если бы с того света какой-нибудь праведный пришел бы и наставлял человека. Потому что, читая Писание, изучая Писание, мы общаемся с самим Господом. И сегодня Господь нам преподал урок этой истории о богаче и Лазаре. И мы должны выучить для себя этот урок и все делать для того, чтобы оказаться в благостном месте рая сладости, имея упование на Христа, о котором мы знаем, что един ходатай, един посредник между Богом и человеками, как сказано у апостола Павла «Человек Христос Иисус». Ибо Бога-человек Христос Иисус своими страданиями соединил небесное с земным, божественное с человеческим. И даже находясь в аду, Авраам и люди, которые были с ним, утешались мыслью, что скоро они взойдут в рай сладости, когда Христос сойдет в ад и облистает его сиянием божества. О Христе сказано, что Христос всегда и вовеки тот же. Это значит, что если когда-то Христос сходил в ад, он готов и ныне сойти в ад твоей и моей души и облистать их сиянием божества. Братья и сестры, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя слушать беседы на предстоящие праздничные чтения, особенно воскресные чтения и чтения других праздников на библейском портале Экзегет. Спаси Христос! Субтитры создавал DimaTorzok